Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Прозвенел в формате онлайн. Для самарских школьников сегодня звучит последний звонок. Проведут дезинфекцию социальных объектов. Самарские военнослужащие отправились в Дагестан. Праздник в режиме самоизоляции. Ураза Байрам мусульмане отметили в домашней молитве. Для всех самарских школьников сегодня прозвучал последний звонок. В этом году свои коррективы в планы выпускников внес режим самоизоляции. Прощание со школой проходит виртуально. Для этого Министерство просвещения организовало масштабный онлайн-марафон. За трансляцией наблюдала мэри Елчан. Искренне желаю вам следовать выбранному пути, верить в себя и свои мечты. Российские выпускники принимают поздравления с окончанием школы. В последние два месяца из-за действия особых ограничительных мер они продолжали осваивать учебную программу в онлайн-режиме. Вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник – последний звонок. Школьников дистанционно поздравляют директора, классные руководители и первые учителя. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы. Перевернулась школьная страница. И перед вами открываются новые, неизведанные горизонты и интересные возможности. Министерство просвещения организовало масштабный онлайн-марафон. Педагоги и старшеклассники со всей страны в этот день делятся в социальных сетях своими историями из школьной жизни. Выкладывают свои фото, видео и заметки с хэштегом «Последний звонок 2020» или «Спасибо учителям». Конечно, школьная пора – это большой путь, большой успех, и мы все будем вспоминать это всю жизнь. Даже если сейчас кажется, что скоро все внимание наше поглотит учеба в колледжах и вузах, но на самом деле школьные друзья, пережитые вместе события, любимые учителя – это на всю жизнь. В Самарской области в традиционном формате последний звонок прозвенит только в августе. Напомню, этот учебный год школьники 63-го региона завершают согласно календарному учебному графику, который ранее утвержден в каждой образовательной организации. Ученики начальной школы отправятся на летние каникулы 25 мая, пятых-восьмых классов 26-27 мая, а старшеклассники 30 мая. Мэри Илчан, События. Остались без выпускного, зато ушли на каникулы. Дистанционное обучение сегодня завершилось у всех учеников начальной школы в Самаре области. По итогам обучения для школьников прошли виртуальные классные часы, на которых ребятам выставили вполне реальные оценки. Как это было, в режиме онлайн наблюдал Сергей Кизоркин. Педагог начальных классов Татьяна Шенцева уверенно проводит классный час в прямом эфире в режиме видеоконференции. Всю четвертую четверть она так с учениками и работала. Уроки проходили по интернету. Режим самоизоляции во время коронавируса внес некоторые коррективы в обучение. Говорит, на перестройку и адаптацию ушла неделя. Наибольшая сложность вот такого формата, да, наверное, это и для взрослых такая же сложность, когда тебя никто не контролирует, удаленно дома, обстановка другая, и есть повод расслабиться. Конечно же, вот ребятам, которые так склонны себя вести, да, им было сложнее. Но мы с родителями подключались, я им постоянно звонила, родители, если они были на работе, то тоже постоянно контролировали. Обучение в дистанционном режиме в образовательном центре поселка Новосемейкино прошло успешно. Все 145 четвероклассников закончили четверть без итоговых двоек в дневниках. Родители новой системы в принципе довольны, но говорят, хотелось бы, чтобы дети общались друг с другом не виртуально, а в реальности. Детям нужно непосредственное общение между собой, общение с учителем, потому что все-таки то, что она говорит на камеру, это совсем не то. Нужно, чтобы она, ну, как бы тактильное восприятие учителя, это очень важно для детей. Старшеклассники продолжают готовиться к госэкзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ намечен на июль. В Новосемейкино на медаль из 39 выпускников претендует четверо. Это участники и победители научно-практических конференций и областных олимпиад. Это возможность порадоваться не только коллективу школ, самим ребятам-выпускникам, но и родителям, жителям поселка, поприветствовать их таланты и достижения, ну и, соответственно, поздравить выпускников, порадоваться за их, ну, скажем так, таланты и успехи, которые они добились за период школьной жизни. Гордиться есть чем. Выпускные для старшеклассников в Новосемейкино, возможно, пройдут в августе, если к тому времени закончится режим самоизоляции. Руководство учебного заведения планирует устроить грандиозный праздник на главной площади не только для школьников, но и для всех жителей поселка. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Теплотрассы к зиме нужно готовить летом. С 25 мая у жителей почти 900 самарских домов отключат горячую воду. Ограничения коснутся Кировского, Промышленного и Советского районов. Причина – опрессовка сетей. Всего в Самаре в этом году гидравлические испытания проведут на 14 объектах. Подготовка к зиме стала главной темой еженедельного совещания в городской администрации. Андрей Горгуленко подробнее. На первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ начались гидравлические испытания на прочность, плотность и максимальную температуру теплоносителя, чтобы выявить слабые места и заменить трубы до начала отопительного сезона. Опрессовку планируют завершить до 7 июня. В городе продолжается и плановая работа по перекладке теплотрасс. В этом году в Самаре заменят более 6,5 тысяч погонных метров труб. Это на треть больше, чем в прошлом году. Сейчас перекладку начали на пяти объектах из 15 запланированных. Объемы работ обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Сроки выполнения ремонта на контроле у главы города. На этой неделе запланируете с Александром Николаевичем мой объезд тоже по самым крупным перекладкам. На совещании обсудили выполнение федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году приведут в порядок пять общественных пространств. Это сквер Овчарова в Прибрежном, сквер Александра Невского в Бучениновке, территория на пересечении Авроры и Аэродромной, сквер Ичняков и бульвар на улице Мичурина. Работы уже начались. Преобразившиеся объекты сдадут в сентябре. А сквер Оксаковых на пересечении Фрунзой и Красноармейской сделают по региональной программе содействия. Сейчас идет подготовка документов, чтобы выбрать подрядчика для работ. Владимир Владимирович, задачу вы ставили поставить на кадастровый учет. Будущий сквер Оксаковых, задача выполнена. Сквер стоит на кадастровом учете. По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят и 50 самарских дворов. Во всех районах уже заключили контракты с подрядчиками. По многим адресам работы начались. Срок сдачи объектов – 1 сентября. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 97 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В итоге число заболевших в регионе достигло 2118 человек. Такую информацию опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В Самарской области 642 человека выздоровели и выписаны. 16 пациентов скончались. В выходные в Самарской области вылечились 58 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Из специализированных больниц были выписаны 50 человек. Те, кто продолжает лечение дома, находятся на контроле у медицинских служб и районных властей. Об этом говорили на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Она поручила главам районов и специалистам профильных департаментов продолжать ежедневные проверки объектов потребительского рынка на соблюдении требований Роспотребнадзора. Среди основных замечаний к торговым точкам – нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие обеззараживателей и очистителей воздуха, продажи товаров не первой необходимости. Также глава Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям города с просьбой соблюдать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование, поскольку статистика по количеству заболеваний COVID-19 не снижается. Никоим образом мы не должны расслабляться. Режим самоизоляции не прошел, он продолжается. И я еще раз призываю всех граждан обеспечить все-таки самоизоляцию максимально, беречь себя, беречь своих родных и близких, беречь людей, с которыми ты проживаешь рядом и максимально ограничить себя от посещения общественных мест. Индекс самоизоляции в Самаре по данным сервисов Яндекса на 18 часов составил 1,6 балла. Это значит, что на улице очень много людей. Индекс самоизоляции – это интегрированные показатели, рассчитанные по данным об использовании разных приложений. По итогам на 24 мая индекс самоизоляции составил 2,8 балла. Это на 0,2 балла больше, чем в обычные дни до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,2 балла. То есть изменения в Самаре примерно такие же, как в других крупных городах. По среднему уровню самоизоляции Самара заняла пятое место в рейтинге среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавил рейтинг Нижний Новгород с 3,5 баллами. За самарцами, которые нарушают режим самоизоляции, начали следить с воздуха. Теперь в небе над городом работает специальный коптер. Его запускают в местах массового скопления людей. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Расслабляться рано. За самарцами, которые не соблюдают дистанцию во время прогулок в парках, скверах и на набережной, будут следить с воздуха. Беспилотник Росгвардии парит на высоте птичьего полета и практически не заметен человеческому глазу. Он может работать на расстоянии 500 метров от земли. По словам специалистов, ни один нарушитель не ускользнет от строгого взора современной техники. В результате данного мероприятия выявлено общественное пространство, на которых выявлено массовое скопление граждан в нарушении установленного режима социального дистанцирования. Сотрудниками полиции приняты меры административного воздействия к нарушителям данной нормы. Большинство самарцев, которые гуляют в парках и скверах, относятся к ограничительным мерам ответственно. Горожане стараются пользоваться средствами индивидуальной защиты. Руки моем, конечно, в маску. Когда в общественные места заходим, маску одеваем. Маски в общественных местах, но на улице мы не носим. Антисептик всегда с собой. Контролируют передвижение самарцев не только с воздуха, но и на земле. Этим занимаются сотрудники полиции, медики и представители городских властей. Они следят за людьми, которые приехали из других регионов страны и находятся дома на карантине. Или проходят амбулаторное лечение от коронавируса. Последних в Самаре около 100 человек. Их нахождение дома контролируют через дверь или через домофон. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф за нарушение режима самоизоляции до 40 тысяч рублей. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Самарские спасатели отправились в Дагестан. Войнослужащие роты радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекцию больниц, школ, детских садов, санаториев, парков и скверов. Сколько человек и единиц техники отправили на помощь в республику, выяснила Лариса Шалафаст. Сражение с невидимым врагом предстоит военнослужащим роты радиационной, химической и биологической защиты. Группировка Волжского спасательного центра МЧС России отправляется в республику Дагестан, чтобы помочь местным властям бороться с коронавирусом. Военные будут проводить дезинфекцию помещений и общественных пространств. Приступят к выполнению работ по дезинфекции социально значимых объектов, мест массового пребывания людей на территории республики. Действие по предназначению готовы, всем необходимым обеспечены. В Дагестане сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка. В республике насчитывается порядка 4 тысяч зараженных COVID-19. Дагестан сейчас находится на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом в России. Направить силы личного состава и спецтехнику МЧС на юг страны поручил президент Владимир Путин. Задача будет поставлена непосредственно на месте. Уверен, личный состав выполнить с честью поставленную задачу, как это было уже не раз, на территории Российской Федерации. Пожелаем ребятам в кратчайшие сроки прибыть, помочь дагестанскому народу. И после выполнения задачи мы ждем всех здесь, в Самаре. В Дагестан и Самаре отправились 60 человек и 14 единиц техники. Добраться до места дислокации они должны в ближайшие дни. Лариса Шлафаст, События. Праздник церковный и государственный, день славянской письменности и культуры в этом году отметили в онлайн формате. В этот день православная церковь чтит память основателей славянского алфавита, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В Самаре это престольный праздник для собора, расположенного на Барбошиной поляне. Создание алфавита позволило перевести библейские тексты на понятный славянам язык и послужило основой для формирования документов российской государственности. С праздником жителей региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он, в частности, отметил значимость возрождения культурно-исторических традиций для духовного возрождения России и воспитания молодых людей. Бессоборных торжеств празднику Роза-Байрама отметили мусульмане. Верующие предпочли совершить праздничный намаз дома. Завершился священный месяц Рамадан, в течение которого последователям ислама предписывается строгий пост. С праздником мусульман региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил важность сохранения духовных и культурных традиций. Олег Зверев побывал в этот день в гостях и увидел, как дома отмечают Роза-Байрам. Праздничный намаз в семье Шерифуддиновых совершается дома. Самоизоляция для мусульман не просто мера профилактики. Это исполнение заповеди пророка, который предписывал не посещать мест, где есть очаги эпидемии. В этом году на Роза-Байрам верующие сделали выбор в пользу домашней молитвы. Праздничный стол – непременный атрибут у Роза-Байрама. Завершился священный месяц Рамадан, в течение которого взрослые соблюдали пост, воздерживаясь от пищи и воды в светлое время суток. Папа, мама и старший Сабир постятся каждый год. Второклассница Суфия тоже решила испытать силу воли воздержанием. Усердия хватило на два дня, но для детей и это хорошее упражнение. Поститься девочке понравилось. Вот утром встаю, кушаю, у меня вот хочется еще кушать. А когда я вот держу, вот ничего утром не кушала, мне кушать не хочется. Младший брат Раян поститься пока не пробовал, хотя Сура из Корана уже может читать наизусть. Сестренка Асиля и вовсе уснула на руках у мамы прямо во время трапезы. Вся семья вместе и душа на месте. В семье Шарифуддиновых считают, что очень важно своим примером показать детям веру и традиции. Ведь само слово «ислам» в переводе означает «мир». Детки Жанни до пяти лет у детей все закладывается в долговременную память. Поэтому именно с рождения важно учить детей. У них это на подсознание закладывается глубоко, вот эти все основы. И в дальнейшем по жизни это будет ориентир, как поступать. И любви больше становится, и уважение больше становится, и обстановка лучше. Все мечети в этот день были открыты, но мусульмане проявили солидарность и в праздничный день остались дома. Награда за то, что человек делает коллективный намаз в 27 раз больше, чем обычный намаз. И то, что, например, сейчас мы ограничиваем и говорим о том, что читайте дома, это способствует тому, что человек, например, мужчина, встает как имам, за ним встает жена, дети. И как бы при совместном поклонении он также получает 27 раз больше награды. Обычно на празднику Роза Байрам здесь собираются до 10 тысяч человек. Те, кому не хватает места в зале, могут молиться на площади возле мечети. Сегодня на праздничный намаз пришли только представители духовенства и актив, отвечающий за содержание мечети. В традициях праздника разговения и ходить в гости, поздравлять друг друга. В наше время можно легко онлайн связаться с родными и близкими в любом городе и селе. А чтобы праздник пришел в каждый дом, верующие подают милостыню, пользу малоимущих. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области спасатели провели уникальную операцию. В дежурную часть поступил вызов. Спасателям сообщили, что в больницу села Красный Яр обратился 17-летний парень, который не мог снять кольцо с пальца руки. Операция проводилась под общим наркозом. Спасатели с помощью болгарки под наблюдением врачей разрезали кольцо и освободили травмированную руку пострадавшего. Спасательные работы прошли успешно, а юноша остался под наблюдением врачей. Фестиваль «Рок над Волгой-2020» не смогут провести в Самаре в июне. Новая дата проведения мероприятия пока не назначена. Подготовить такой крупный фестиваль к 27 июня не получается из-за угрозы коронавируса. Отмечается, что организаторы рассматривают онлайн-вариант проведения «Рока над Волгой». Но окончательное решение еще не принято. Сами организаторы фестиваля пока не делали официальных заявлений о переносе. Билеты на фестиваль по-прежнему в продаже. В начале недели в Самарской области установится теплая погода, а к среде температура воздуха поднимется до 25 градусов. Сегодня пройдет небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 17-22 градуса по Цельсию. Во вторник, 26 мая, обойдется без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем 19-24. В среду, 27 мая, ожидается переменная облачность. Температура ночью 7-12 градусов, днем 19-24. В Самаре обновляют дорожную разметку. Работы проводятся ночью, чтобы не создавать помех движению транспорта. Линии на проезжей части рисуют там, где они стерлись от времени или большого потока машин. В этом году у города амбициозные планы – выполнить объем работ вдвое больше прошлогоднего. Как и улицы в приоритете, выяснил Олег Зверев. После каждого проезда разметочной машины на переходе появляется еще одна светлая полоса. Спустя час свеженький переход готов, а еще через час по размеченному участку можно ходить и ездить. В Самаре обновляют дорожную разметку. Оператор Виталий Мошин уже привык, что работает ночью с 10 вечера до 7 утра, чтобы не мешать движению автомобилей днем. Сначала делаем предразметку, а далее наносим машины разметочные на дорожное полотно. Мы наносим термопластик, на него распыляются светоотражающие шарики. Одновременно на разных дорогах Самары трудятся 6 бригад. Работают только по сухому асфальту, а если прошел дождь, нанесение разметки прекращается. В целом по городу подрядная организация уже выполнила 22% от плана. В июне предполагается полностью обновить дорожную разметку, а до конца сезона и те участки, которые ремонтируются по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. По сравнению с прошлым годом, объем разметки у нас возрос практически в два раза. У нас было чуть больше 60 тысяч в прошлом году, в этом, как считалось, что 18. В принципе, этого объема должно хватить на весь город, то есть все пешеходные переходы в термопластике, все магистрали шириной более двух полос, они должны иметь уже нормальную разметку. В приоритете участки, по которым ходит общественный транспорт, пешеходные переходы и дороги, имеющие более двух полос в каждом направлении. А потом уже и все остальные. Кроме того, подрядная организация восстанавливает разметку в рамках гарантийных обязательств. Олег Зверев, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Они сражались наравне со взрослыми. В Самаре почтили память соловецких юнг, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Представители городских властей возложили цветы к мемориалу на набережной. Подробности в репортаже Анатолия Головко. В годы войны из Куйбышева на фронт ушли более 700 мальчишек. Все они сначала отправились в соловецкую школу юнг военно-морского флота. Многие из них погибли в кровопролитных боях, сражаясь за свободу нашей Родины. Сегодня на Самарской набережной и возле университета волжского транспорта собрались историки, ветераны и представители городских властей. Они почтили память ребят, которые не вернулись домой. Мы гордимся, что есть не только мемориал, у нас есть ветераны, как раз из числа соловецких юнг, которые проводят и встречи с молодежью, учащиеся, передают тот славный опыт тех лет, делятся своими воспоминаниями. В начале войны советские войска начали оборонять Севастополь. Тяжелые бои шли на Черном и Балтийском морях. Единственным местом для подготовки действующих моряков оставался учебный отряд Северного флота, который базировался на острове Большой Соловецкий в Белом море. Именно туда отправляли совсем юных мальчишек из Куйбышева. После обучения молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей. Это были как коренные куйбышевцы, так и эвакуированные дети, которые потеряли своих родителей. На их толю выпала очень тяжелая судьба. Они не просто стали воспитанниками какой-то школы, они стали воспитанниками военно-морской школы. В свои 10, 12, а то и в меньший лет, они приняли на себя весь удар войны. Это было очень тяжело. Многие из выпускников Соловецкой школы сумели добиться серьезных успехов на службе. Молодые люди стояли возле орудий, обслуживали военные машины и механизмы. Лучшие ученики стали командовать судами Северного флота. На сегодняшний день в Самаре проживают несколько ветеранов, прошедших Соловецкую школу ЮНГ. Эти люди навсегда останутся примером мужества и отваги для молодого поколения. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Николай Степанович Николаев в войну командовал танком Т-34. Награжден медалью за отвагу. Военнослужащие 2-й гвардейской армии устроили для него мини-концерт. Ветеран Великой Отечественной войны отметил свой день рождения. Ему исполнилось 94 года. Подробности в нашем сюжете. Мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Николая Степановича Николаева устроили военнослужащие 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Ветерану-командиру легендарного танка Т-34, награжденному медалью за отвагу, исполнилось 94 года. Организаторы концерта предложили Николаю Степановичу посмотреть выступление из окна. Но фронтовик заявил, что еще не настолько стар и вышел к подъезду со своей женой Тамарой Николаевной. Разрешите вас, дорогой Николай Степанович, от имени военного совета 2-й гвардейской армии поздравить вас с днем рождения. 75-й годовщины нашей Великой Победы. Ансамбль песни и танца Дома офицеров 2-й армии Волжские казаки исполнили для ветерана такие песни, как «Прощайтесь, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы». Праздничное настроение во дворе решил поддержать и заместитель командующего 2-й гвардейской армии, полковник Павел Алексюк. Он вместе с ансамблем спел акапеллу для жены фронтовика Тамары Николаевны, у которой брат и отец были казаками и погибли на войне. «С днем рождения! С днем рождения!» Военнослужащие 2-й гвардейской армии планируют в течение всего года поздравлять везеранов такими адресными концертами. Завершилось выступление исполнением песни «День Победы», которую подхватил и сам именинник. Мэриил Чан, Виктория Шара, события. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова